Травля происходит с молчаливого одобрения свидетелей. И правильно сказал здесь Миша в роли, что я чувствую себя соучастником этого всего. Хотя я ни черта не делаю вроде бы. Травля, молчание одноклассников, отсутствие поддержки от родителей, взрослые проблемы школьников разбирали на тренинге для отцов «Папы против травли». Проект учит родителей по всей стране правильному отношению к буллингу. На нас вышла организация «Союз отцов» с программой «Папы против травли». И мы рады, что удалось запустить это именно у нас на территории Челябинска, так как тема буллинга и травли сейчас наиболее остро встает. Сейчас родительские навыки прокачивают папы из 10 регионов. В Челябинске на занятия со специальным тренером пришли несколько десятков отцов. Родители разбирали конфликты, вживались в роли их участников и в лицах разыгрывали ситуацию, чтобы лучше понять, что чувствует ребенок во время травли. Радует, что много отцов в этом заинтересовано. Очень удивился, что статистика по нашей стране очень такая впечатляющая. То есть, раньше не задумывался, что настолько серьезный вопрос. По статистике от травли в нашей стране страдают 70% школьников. Ее результат – это испорченное детство, низкая самооценка, причинение вреда себе и даже нападение на школу и одноклассников. Отец-основатель проекта обучает именно пап, ведь мамы, по его словам, и так по полной вовлечены в воспитание детей. Мы считаем, что первым защитником в любой ситуации должен быть папа. И поэтому мы привлекаем именно пап. Конечно же, мамы мы тоже приглашаем и с ними работаем. Это наши помощники. Но мы хотим, чтобы папы поднялись с диванов. Помимо повышения отцовской грамотности, организаторы проводят мастер-классы и для учителей. 45 южноуральских педагогов сами сели за парты, чтобы научиться помогать детям решать конфликты. Завершится проект на итоговом форуме в Казани. Там организаторы представят результаты своей работы и определят дальнейший курс.